здравствуйте дорогие подписчики жители республики ко мне поступает большое количество обращений очень последнее время о выплатах на детей с трех до семи лет очень многие семьи не получили эти выплаты и сотрудники мотивируют это тем что у них нет денег что нет финансирования что в этой ситуации делать ну давайте разбираться поподробнее сегодня мне прислали видео как ходили в собес наш прохладинский люди и задавали вопросы почему нет выплат ну первое что хочу отметить сотрудники собеса вообще занимаются по моему не своей работой у них там наверное мало работы или что они читают нравоучения мамочкам как им общаться и как себя вести ну то есть вплоть до того цепляются к разговорной речи это вообще недопустимо здравствуйте не посмотреть блин почему денег нету до сих пор нету без блин можно нету никому блин это блин еда наверное когда и столовая об этом разговаривается мы учреждение вот там то и дело девочки что вы учреждение и ваше дело не учить разговаривать людей а ваше дело выполнять свою работу у людей нет выплат людям как жить у нас такая ситуация в стране вы там их учите разговаривать вы себя научите в начале а потом уже людей учить я понимаю что учреждение выплаты нет потому что и не наше вина с понедельника под вопросом в смысле под вопросом вот девушка заняла грешни сказали вообще может не быть а это уже по поводу финансирования финансирование это понятно вы мне скажите вот документ отправили мне сказали вот должны уже нам как говорили мы говорили вам поэтому мы вам говорим девочки мы вам говорим как нам отвечает министер а точно их отправили потому что мне говорили что я обманываю если вы мне не верите то просто простите я за это должна ответственность несу мне быстрее отправить а дальше не моя уже закатывать глаза а куда звонить надо что они сказали не так что там сентябрь я понимаю но грубить не надо но такое отношение у нас везде ребят везде мое дело вот я отправила дальше не мое дело и вообще вам отвечать не собираюсь и вообще не закатывайте тут глаза вообще как вы общаетесь вы как общаетесь с людьми я не пойму это ваша работа объяснять консультировать как принимать документы так далее работать с населением работать по вопросу социальных выплат на детей в том числе и оказывать вот такую помощь людям немножко терпимее надо относиться к людям и и разговаривать с людьми так как надо не учить их не хамить им что за разговоры закатывать глаза не надо без блин я вообще не понимаю где профессиональная этика в общем ребят девочки мои уважаемые мамочки папочки кто оформляет такие выплаты что я вам советую я вам советую фиксировать вот эти все хамства также на камеру присылайте будем стыдить людей так нельзя разговаривать и кроме того пишите массово все заявления в прокуратуру все кто не получили выплат прокуратуру заявление пишется очень просто сейчас я вам озвучу примерный вариант пишите в прокуратуру города такого-то где вы проживаете от фамилия имя отчества адрес проживания свой телефон можете указать заявление прошу вас провести проверку в части выплат детского пособия на ребенка от 3 до 7 лет мною подано заявление тогда-то тогда-то по сегодняшний день деньги на мой расчетный счет не поступили на вопросы сотрудники собеса отвечают что нет финансирования считаю данное заявление сотрудников не соответствующим закону число подпись все обязаны будут ответить в принципе это ну не принципиально именно так у заявления нету какого-то образца просто имейте ввиду что прокуратура это надзорные органы они не возбуждают не привлекают никакой ответственности они только проверяют законность того или иного решения того или иного могут провести проверку учреждения работы то есть надзирающий орган поэтому в прокуратуру мы пишем прошу вас проверить работу либо вот этот результат полицию мы пишем следственные комитеты прошу вас привлечь к ответственности вот вся разница а так все заявления пишут как сочинение в школе свободная произвольной форме можно и не печатать написать рукописном варианте рукописи не горят так даже лучше будет можно эмоции передать в рукописном варианте пишите максимально обращайтесь ну а сотрудникам собеса города прохладного остыд и срам за такое поведение с мамочками так разговаривать нельзя люди у нас разные в городе и вы должны находить подход ко всем людям не учить их не читать им нравоучения не хамить а спокойно объяснять что к чему и почему и вам не должно быть все равно как может быть все равно на свой город на своих горожан к вам же пришли не люди с марса к вам пришли прохладяне ваши соседи знакомые ваших знакомых возможно ваши дальние родственники о которых вы не знаете так же нельзя как все равно может быть вообще еще раз призываю всех снимайте все факты нарушения законодательства все вопиющие факты хамства чиновников сотрудников муниципальных служб сотрудников полиции прокуратуры и так далее на видеокамеру видеокамера видеосъемка это неопровержимый факт от него никуда не деться поэтому максимально все фиксируйте так чтобы потом доказать свою правоту можно было в любом месте если не знаете что делать с этой видеозаписью присылайте будем думать решать вместе как эту видеозапись обнародовать для того чтобы нарушение которое вам удалось запечатлеть больше не происходили и люди были привлечены все всем спасибо за внимание пока пока